Рев моторов, крутые виражи и грязь из-под колес. Всего этого было предостаточно на четвертых любительских соревнованиях по грунтовому спринту. Они прошли в поселке Волоконовка, где с любителями экстремального вида спорта пообщалась наша съемочная группа. Погода для грунтового спринта выдалась как по заказу, дождливая. Так что даже добраться к месту проведения соревнований бывшему песчаному карьеру на окраине Волоконовки уже было испытанием и для участников, и для зрителей. Денису Золотухину колеса пришлось менять. Еще до старта. Вот сам диск, а вот это все грязь. Колеса задние заблокировали. Этот автомобиль ВАЗ-2108 специально переделан для скоростных гонок. Но в таких условиях с мощными внедорожниками соревноваться сложно. Для монопривода трудновато, но попробуем. Тут уже главное финишировать. Два круга проехал, значит чемпион. В этот раз на старт вышли 14 экипажей в трех классах автомобилей. Гонки по бездорожью получились экстремальными и зрелищными. Игорь Захаров из поселка Чернянка любовь к машинам и скорости перенял от отца. С детства был на соревнованиях и научился разбираться во всех тонкостях автомобильного двигателя. Увлечение повлияло на выбор будущей профессии. Сейчас Игорь студент Московского авиационного института по специальности техник-конструктор. Чем отличается строение самолета в этом строении машины? Ну, аэродинамикой. Она там должна быть все опекаема. Крылья, естественно, для подъема птицы вверх. А так, в принципе, ничем. Тот же мотор, тот же агрегат. Здесь каждый в душе техник-конструктор. Так что машины, выходящие на старт, очень отличаются от того, какими они когда-то сошли с заводского конвейера. Например, под капотом «Жигулей» можно обнаружить двигатель «Форда». Правда, все плюсы и минусы таких преобразований приходится выяснять уже в процессе. С какого «Форда»? «Форд Мондео». Старый Мондео. Чем плохо? Тяжелый чугунный мотор. Из-за этого получается, что нагрузка вся наперед. А завтра разоруженный получается. Итоги соревнований подводились в трех номинациях. Среди полноприводных автомобилей первым стал Павел Филимонов из Белгорода. На заднеприводных лучшее время показал Владимир Волков из Чернянки. Ну а в категории переднеприводных первым пришел белгородец Денис Золотухин. Впрочем, у всех участников и зрителей от гонок остались одинаково приятные впечатления. Понравилось. Очень здорово. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Новости мира Белогорье. Редактор субтитров А.Семкин